Кто-то сидит и выдумывает какие-то циркуляры. И вот одну соберешь, а другую. Эту соберешь, другую. У меня и так башка седая, она белая скоро встанет. Это вот хождение по мукам. Сейчас коридоры, холлы, вот так обустроено красиво. Везде будут цветочки стоять. Зона отдыха. Летом посадим деревья, фруктовые деревья, чтобы и пациенты, и родственники ухаживали за ними. Чтобы глаз радовал. Потом у нас и мечеть, и церковь, прямо при хосписе. То есть уже считанные недели. В любом случае, даже несмотря на бюрократов, остались считанные недели. Считанные недели. Второй хоспис построили в Казани. Почему в современном мире так важна их работа, сегодня поговорим в программе «Главные новости». Здравствуйте. Я с большим удовольствием вам представляю Владимира Вавилова, председателя правления общественного благотворительного фонда имени Анжелы Вавиловой. Владимир Владимирович, добрый день. Добрый день. Еще летом прозвучала информация, что второе здание хосписа откроется чуть раньше запланированного срока, в начале 2024 года. И вот начало 2024 года наступило. Когда открытие? Здание построено. Построено. Меня очень радует, что мы прошли ГАСН, то есть экспертизу прошли. Нам уже присвоили здание, братья Баталых-16, картину. Сейчас маленькая загвоздка идет в оформлении дальнейших документов. Только пуск здания в эксплуатацию. И нужно собрать очень море опять справок, которые уже раз. То есть здание построено, и вся начинка в этом здании уже есть? Практически все сейчас идет пусконаладки. Докупается оборудование, потому что сейчас, к сожалению, не так, как пошел в магазин, булку купил. Закажешь оборудование, это месяц-два поставки идет. Потому что, ну, с событиями, сами знаете. Скажите, а проблем не возникло из-за этих многочисленных санкций, которые были наложены на нашу страну, вот именно как раз с поставкой? Проблемы были, потому что в проекте было заложено очень много импортного оборудования, которое пришлось менять, подбирать. Но большинство мы, конечно, подобрали отечественного производителя. Но это медленно раскачивается. Медленно, но ничего. И вот проблема с нержавейкой была тоже. Ведь большинство кухни возьмем или какое-то оборудование, которое из нержавейки. Вот сейчас вот зонты. На кухне зонты где готовились? И пока я говорю, временка, давай хоть оцинковку ставь, потому что заказали, ждем листы нержавейки. Ну, проблема есть. То есть листы нержавейки, они откуда идут? Из-за границы или это наши? Это наши. Наши? Но долго идут. У нас СВО, запомните, на оборонку много уходит. Это тоже надо фактор учесть. Владимир Владимирович, мы подготовили сюжет. Давайте посмотрим, а потом продолжим наш разговор. Хоть и пианино еще не настроено, зимний сад уже почти готов для встречи гостей. Здесь будет зона отдыха и стол для чтения и настольных игр. Больные смогут отдохнуть за чашкой чая и сыграть на фортепиано. Ведь пациенты хосписа не вылечиваются. Но именно здесь исцеляется душа. Ну, сюда ноты, сюда свечечки эпохи Пушкина и Лермонтова у нас перед глазами будет. И представьте, вот здесь поставим и старую казань, и портреты, и такое пианино. С вдохновением Владимир Вавилов рассказывает о том, как достойно взрослые и безнадежно больные здесь будут проживать последние дни. Некоторые, зная свой диагноз, мечтают попасть в хоспис и обрести умиротворение и покой. Всего в хосписе планируют размещать 60 человек, по два пациента в одной палате. Родные также смогут оставаться на ночь и ухаживать за своими близкими. Но уход сестер осуществляется круглосуточно. Пациенты не должны и не будут чувствовать боли. Основные симптомы, которые сопровождают онкологических пациентов, это общая слабость, болевой синдром. Боли могут быть за счет интоксикации, за счет того, что опухоль распространенная, поражение различных органов и систем. Нарушение функции, дыхательной, пищеварительной. Мы, к сожалению, здесь уже не можем продолжить лечение, как многие думают. Мы обеспечиваем качество жизни на последнем этапе жизни. Мы сделали очень большой зал прощания, потому что родственники должны знать, что провожая своего близкого в последний путь, они будут уверены, что это все идет с достоинством. Как говорят в хосписе, зал прощания нужен больше для близких, чем для того, кто уходит. Прожить горе и принять утрату непросто, иногда не лечит даже время. Владимир Вавилов не понаслышке знает, что такое терять любимых. И считает, что спасти от горя потери может только помощь тем, кто еще жив, но уже так слаб. Владимир Владимирович, вот мы посмотрели сейчас картинку, как выглядит хоспис, и чисто визуальное впечатление, что он уже практически готов. Вы сказали, что сейчас идет согласование документов, но мы знаем, как у нас сложно работает бюрократическая машина. На этом этапе проблемы есть? Еще какие. Вы поверите, вот я человек-то из Советского Союза, вот был такой сатирик Райкин, вот у него было одно выступление, справочка, справочка, вот такая справочка. Это как было, так и есть, и ничего не ушло. Хотя там были документы, и это как будто новые кто-то сидит, вот выдумывает такие циркуляры. Да, и вот в одну соберешь, на другую, и эту соберешь в другую. У меня и так башка седая, она белая скоро станет. Это вот хождение по мукам. Это при том, что вы уже второй раз проходите всю эту процедуру, и в принципе знаете, как это работает, и как это должно быть, и все равно сталкиваетесь с проблемой. Да нет, самое главное, ведь руководство, я сам лично иду к руководству, они все соглашаются, но когда спускаются ниже, а у нас же каждый суслик-агроном, и уже потом на этом уровне маленько все затухает. И вот приходится опять звонить, говорить. Надеюсь, что с мертвой точки сдвинется, потому что... Дорогие друзья, чиновники, будьте людьми, помогите, пожалуйста, для доброго дела, которое вы сделаете, если поставите свою подпись, сделаете не только Владимиру Владимировичу, как может быть кто-то считает, а всем жителям нашей республики. Кстати, Владимир Владимирович, а сколько человек будет принимать новый хоспис? На 60 коек рассчитано, у нас госзадание на 60 коек, Министерство здравоохранения, Рустам Николаевич, пошли на встречу, выделили его заказ нам, но при случаях я могу разместить намного больше, если будет в этом необходимость. То есть, в принципе, помещения и резервы там есть? Да, резервы есть, и поэтому мы заранее планировали, чтобы было побольше. Ну, все будет зависеть от обстановки. Но в случае ЧАЭС, я же говорю, я могу разместить очень много там пациентов. А вот сейчас какая потребность в Казани, в республике, в местах, в хосписах? Сколько необходимо, чтобы удовлетворить все потребности? В данной помощи сейчас только онкологических пациентов нуждается порядка 25 тысяч. Если брать не онкологических, по Татарстану, это можно смело на три цифру прибавлять. Сейчас пошли уже участники СВО, которые уже из-под опеки Миновороны выходят, им присылают статус паллиативный, и они уже требуются тоже в нашей помощи нуждаться. И поэтому, ну, очень нужно. У меня поэтому в планах нам еще бы два хосписа, где-то в Альметьевске, и в Челнах хотя бы койк на 20. Чтобы уж, моя вообще мечта, весь Татарстан, чтобы обхватил такими хосписно-паллиативными койками, чтобы ни один житель не оставался брошенным, обезболенным, не обезболенным, а в уходе... Это была идеальная, безусловная ситуация, но на 25 тысяч нуждающихся у нас сейчас сколько по республике таких мест, которые могут принять? Если только койки при больницах ходили, хоспис у нас один, вот второй открывается. При больницах есть паллиативное отделение, это в разных больницах, у нас даже при Семерке есть несколько койк, при РКБ, которые респираторную поддержку делают пациентам, при онкоцентре с койками, при психбольницах есть койки. Ну, в принципе, удовлетворить всех данные койки, они не в состоянии. Это трудно, потому что поэтому выписывают этих пациентов на дому, и выездные службы, и наши службы, и при РКОЗе. Мы делаем свое такое дело, доброе, нужное, чтобы человек не был брошен. Ну, вот рано или поздно, несмотря на все бюрократические припоны, хоспис заработает. И сейчас, конечно же, вы набираете, скорее всего, персонал, и я знаю, какая, и все знают, какая сложность сейчас квалифицированными кадрами на рынке, просто потому, что мы попали в демографическую яму, и вдруг у нас резко стала развиваться промышленность, и везде потребовались люди. Да и вообще, с медицинскими кадрами особая проблема. Вам удается, набрать персонал? Потихоньку идет, потихоньку идет. Сейчас уже порядка, больше, человек 25 уже устроились у нас. Мне самое главное, есть начмед, есть главная мистера, есть старшая мистера, устраивается, медсестры, санитарочки устраиваются, повара, повслужившие, здание парня устраивается. В общем, тихонько набор идет, набор идет, но мы и в соцсети обращаемся, и между собой наши работники говорят. Но мы для начала, даже я вот как утром планерку веду со своими сотрудниками в действующем хосписе, я говорю, парни, давайте так, у нас же сутки через трое все работают, не парни, но коллеги. И я говорю, в крайнем случае, для пуска, мы, значит, они и здесь будут, после мистерства там будут, для того, чтобы запустить нормальную работу. Потому что я знаю, что пациентам мы сразу запомнимся, и не нужно оказывать квалифицированную, палиативную, хосписную помощь. Ну, кстати, мы можем прямо сейчас обратиться к нашим зрителям, вдруг кто-то из них в поиске работы или хочет сделать доброе дело в своей жизни. Пожалуйста. Друзья, нам нужны медсестры, младший медперсонал, кухонные работники, повара. Зарплата достойная, сменный график, сутки через трое. Будьте добры, приходите. Адрес братьев Ваталовых, дом 16, Казанский хоспис Наташа. Это за торговым центром порт, около РКБ. 55-й автобус, прямо остановка прямо около нашего хосписа. Ну, со 45-го, с 33-го, там можно пройти минут 10-15 пешком. Я думаю, у всех есть Яндекс.Навигатор, и он ему в помощи. Владимир Владимирович, вот вы сказали, что хоспис называется Наташа, а почему именно так? Ну, у меня дочка была Наташа, и когда мы начинали вообще вместе всегда начинали всю эту работу, у ней было два образования, КАИ, ЮРФАК, и когда надо дело было продолжить, мы как-то на собрание, Наташа, иди в медицинский, она пошла, уже третий курс училась, она отличная, и большое участие в начале строительства принимала, и в планах она должна была возглавить медицинскую часть там работы, то есть как главврачом там быть, и поэтому, когда ее не стало, мы просто с коллегами говорим, давайте хоспис в честь первого главврача назовем Наташу, ну, потому что, куда там поступаешь, к хоспису, ну, как-то маленько не так, а уже к Наташе, сейчас вот многие мне звонят уже, как вам можно к Наташе попасть, как лечь, уже, знаете, маленько это изглаживает, и доброта, и теплота какая-то, идет от этого, и поэтому все согласны, ну, у нас есть в России хоспис Анастасия, там еще какие-то, хоспис Вера Миллиончиков, то есть, это не то, что это и мировая это практика, хоспис, имя должно быть как-то такое, которое греет, согревает в ласке в слове свое. Владимир Владимирович, а ваш фонд существует исключительно на благотворительные пожертвования? Ну, да, на пожертвования, но сейчас маленько, чуть-чуть трудно с этим. Вот я как раз хотел вас об этом спросить, потому что я знаю, вы были одним из общественных деятелей, которые первыми поддержали специальную военную операцию. Не только поддержал, и да, и я думаю, что наши зрители все это знают, потому что неоднократно об этом рассказывали и писали, но сейчас все, такое ощущение, что все силы наших людей, тех людей, которые всегда идут в авангарде, всех событий, патриотов, они направлены на помощь как раз тем бойцам, которые находятся в зоне специальной военной операции. И вот, а силы-то людей, они же не безграничны, и нету ли вот как раз уменьшения, не ощущаете ли вы, что вот если уходят мысли и материальная помощь людей в одну сторону, то, может быть, не хватает вам? Ну, давайте так, если человек, он добрый, он добрый во всем, он во всем, и, конечно, ресурсы ограничены, большинство эти это помогают, ну, простые люди, большинство, но, я вам хочу сказать, вот почему мы на год раньше даже построили, и когда вот на открытие обязательно мы вас пригласим, будет доска благотворителей, и вы, основные вот люди, которые вложились в нашу стройку, а это многомиллионные вложения, и вы увидите, будет очень красиво, потому что там разработано, все, целая стена у нас будет, увидите люди, которые, они просто некоторые, вот мне звонят, говорят, не называйте фамилии, даже в отчетах, чтобы не было, потому что многие верят вам, но в основном, хоть и уменьшилось, но все равно, люди знают, первое, доверяют фонду, знают, чем мы занимаемся, вторых, родственников, сколько ведь мы, тысячи людям уже помогли, и которые вот родственники, все, они тоже знают, как вот мы относимся к нашим пациентам, к детям, к взрослым, и поэтому тоже вносят вносы, ну, существуем, работаем, и спасибо при случаях, еще раз хочу поблагодарить наших казанцев, татарстанцев, ну, и бойцам надо помогать, и мы тоже помогаем, медицинским оборудованием, в общем, чем только, и сам я выезжал в зону боевых действий, помогал, и как-то, знаете, ну, мы в России живем, мы россияне. Но вы, кстати, в предварительной беседе сказали, что Рустам Нургалеевич постоянно следит за работой и фонда, и хосписов, и оказывает всю нервную поддержку. Ну, если бы не Рустам Нургалеевич, было очень трудно. Первое, это такое, благодаря ему, вот этот участок земли, чуть ли не два гектара, это же была федеральная земля, только благодаря ему нам дали эту землю. Москва дала под хоспис. Потом, большие суммы денег, которые он внес в строительство, посещает. Я знаю, что на открытии, потому что обязательно приедет, он полностью поддерживает. Ну, мне даже во многих регионах говорят, у вас голова такой, что, поэтому у вас палеотизмное движение так развивается. Многие регионы нам завидуют, на чем говорить, потому что, на самом деле, благодаря, да не только он, премьер-министр, мэр, да вообще, вот руководство, ну, все поддерживает. Куда бы я ни обращался, не обращался, полностью идет поддержка, полностью все, поэтому на год раньше и построили. Это замечательно, что в Казани появляется второй хоспис, а вы следите за работой своих коллег, как складывается ситуация в других регионах страны. Я очень рад, что в Уфе построили хоспис тоже детское и взрослое отделение, потому что очень много к нам они приезжали, я много раз туда выезжал. В Крыму идут подвижки, в Калининград, куда я тоже выезжал, я же много во все регионы выезжаю и с руководством встречаю регионов и поддерживаю и знанием своими, и, ну, многим чем. Началось строительство в Калининграде хосписа. В Сыктывкаре пока маленько нету, хотя тоже было, но движение идет очень, движение идет. Трудно, конечно, но все зависит от руководства регионов, первое, о поддержке, второе, от финансовых возможностей регионов, только от этого. Деньги, потому что, ну, это дорогостоящие проекты, честно говоря. Деньги, это дорогостоящие проекты, безусловно, и, конечно, необходима помощь людей, добрых людей. Так что, дорогие друзья, если вы хотите помочь фонду, в том числе и работе хосписов, а это очень необходима организация, и, к сожалению, не в любом возрасте это понимаешь, и не в любом состоянии, да, но очень многие приходят потом, а уже бывает поздно, поэтому, если есть возможность, окажите помощь, можно зайти на сайт благотворительного фонда Анжелы Вавиловой, и там есть все необходимые координаты. Владимир Владимирович, вы сказали, что выделено два гектара земли под строительство нового хосписа, и вот, понятное дело, что людям, которые находятся в хосписах, нужна ведь не только дегментозная медицинская поддержка, но и, прежде всего, психологическая, и духовная, и красота, она ведь, как известно, не только спасает мир, но нас спасает каждую душу. Как будет обустроена территория? Очень красиво, даже вот вы показывали сюжеты, сейчас уже коридоры совсем другие. У нас фотограф отличный, хирург, то есть, Рослав Иванович сделал такие прекрасные фотографии, именно сейчас коридоры, холлы, вот так обустроено красиво, везде будут цветочки стоять, и зона отдыха, летом посадим деревья, фруктовые деревья, чтобы и пациенты, и родственники ухаживали за ними, чтобы глаз радовал. Потом у нас и мечеть, и церковь, прямо при хосписе, это же тоже будет глаз радовать, и помолиться, духовная помощь, и родственники, да даже сами больные могут выйти, даже за деревом, полить его, поухаживать, вы знаете, ну, хосписа без красоты не может быть. То есть, как раз эти два гектара и позволяют создать такую замечательную территорию, релаксации. Она уже, эта зона есть, у нас и дорожки сделаны, все, и уже травкой засеяно, осталось все, кусты красивые посадить, деревья посадить, фруктовые деревья, но это летом, потому что осенью, мы не успели просто. Владимир Владимирович, все-таки ваш прогноз, когда будет перерезана торжественная, надеюсь, ленточка, открытие хосписа? Мечта у меня январь-февраль, пациентов хотя бы начинать принимать, а уж торжественно ленточку перерезать, знаете, в пустые стены неохота приглашать гостей, надо, чтобы заполнить, хотя бы в тестовом режиме заполним, чтобы гости пришли, спросили пациентов, как им здесь нравится, как все, и поэтому, ну, еще обращусь к руководствам, все равно, когда время, график будет у них, тоже есть. Понятно, то есть уже считанные недели. Время, в любом случае, даже несмотря на бюрократов, остались считанные недели. Считанные недели, дни будем говорить. Владимир Владимирович, вот сегодня международный день, спасибо. И вы знаете, от всех наших телезрителей я хочу сказать спасибо сегодня вам за ваш благородный труд. А мне спасибо, охота сказать, всем нашим татарстанцам, которые помогают, верят фонду Анжелы Вавилы, верят в Казанский хоспис, потому что доброта, правильно, спасет мир. Спасибо большое. Сегодня в программе главной новости мы говорили о благотворительных фондах, о благотворительном фонде имени Анжелы Вавиловой и о работе хосписов. Оставайтесь на телеканале Татарстан 24, будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова